Взял заразную кошку, уже может быть через две недели появится пятно. Его можно и не заметить, боли или зуда, стригущей лише, не вызывает, но выглядит довольно неприятно. По краю такой валик немножко возвышающийся, пятно может быть застойно красного цвета и с белесыми чешуйками, то есть с шелушением. Может быть одно пятно на коже, может быть их несколько, мелкие, крупные, размером от 0,5 сантиметра до 2 и даже иногда и более. И с такими пятнами сюда каждую неделю приходят по несколько человек. В списке заболевших уже три сотни валакжан. Это, по словам медиков, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Источник заболевания специалисты уже вычислили, как правило, это бездомное животное. А среди заболевших большинство – дети. Болеют чаще всего дети, потому что дети берут котят на руки, прижимают к себе. И очаги поражения мы чаще всего видим на открытых участках кожи. Это открытые участки рук, шея, грудная клетка, поверхность кожи грудной клетки. Лечению такие пятна, к счастью, поддаются. Если лишая его время диагностировать, процесс займет около месяца. Противогрибковые мази и в запущенных случаях антибиотики. Но строго по назначению врача. Если соблюдать все рекомендации специалистов, заболевание проходит без осложнений. Не допускать совсем близкого контакта, то есть не обниматься с животными, не целоваться. И сильно близко к телу не прижимать. А это уже рекомендации для волонтеров общества защиты животных «Велес», которые и занимаются отловом бездомных кошек и собак. Здесь своя техника безопасности. Во время отловов все волонтеры надевают перчатки. И с приходом лета работы у них все больше. В последнее время кошек почему-то особенно много стало. Потому что, наверное, еще весна не так давно прошла. Поэтому много было гулящих животных. Все домашние повыпадали, повыпрыгивали с балконов. И на улице их, конечно, прибавилось. Ну и понятно, чем больше животных бездомных на улице, тем как-то быстрее распространяются все заболевания. И лишая в том числе. Всех животных, попавших в «Велес», обязательно осматривает ветеринар. Только после того, как собаку или кошку вылечат от всех последствий нелегкой уличной жизни, им начинают искать хозяина. Чтобы новый домашний питомец не доставил хлопот, об этом стоит помнить и тем, кто решил подобрать животное с улицы. Если вы решили приютить бездомную кошку или собаку, обязательно покажите животное ветеринару. Ведь под его густой шерстью может скрываться опасное заболевание. Обнаружить и вылечить которое может лишь специалист. На лечение лишая у животных времени уходит столько же, около месяца. Зато потом можно будет без опасений гладить домашнего любимца. Александра Артамонова, Алексей Романов. Новости Вологды.